Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о таком понятии, как истина. Часто духовный путь неразрывно связан с поиском истины. Часто во многих религиях, учениях от многих учителей, мастеров можно услышать, что только у нас здесь истина, и только наше учение истинное. И только здесь вы эту истину познаете. Бегите оттуда, где вы это услышите. Бегите, бегите, смотрите мои видео только в моих видео. Я вам передам настоящую истинную истинность. Есть такая поговорка в великом и могучем русском языке. Правда у каждого своя. Каждый человек, он на события, на определенные действия, на определенную вещь, на определенные понятия он смотрит из своего положения, исходя из своей развитости, исходя из своего опыта. Это, еще раз напомню, кто-то может видеть круг, кто-то видит пирамиду. На самом деле это все является конусом. И правда у каждого своя. И это больше относится, как мне кажется, к варнам. В едической культуре есть такое понятие, как варнам. Позже я запишу и выложу видео, что такое варнам. Вот вкратце расскажу, что варнам – это опыт духа. Каждый человек, он проживает не одну жизнь и приходит в этот мир. И он приходит с определенным опытом. И вот этот опыт – он наш мозг, человеческий мозг. Чтобы это осознать, мы это поделили на варны. То есть определенный опыт души, определенные ступени, определенные иерархии. И если так посмотреть, то у каждой варны у них примерно схожие взгляды на жизнь. И вот у каждой варны у них своя правда. Соответственно, правда, она и есть истина. Но если брать какую-то культуру, религию или духовный путь, то там более еще глубже, более еще глубже и глубже. А куда глубже? Глубже внутрь себя. И то есть многие учения, они говорят про истинность, да? Мастера говорят про истинность, но не всегда люди верно их толкуют. Вот когда человек говорит, только наше учение – это истина, то оттуда лучше бежать. А когда мастер говорит, что через определенные духовные практики можно познать истину, то вот к этому стоит прислушаться. Потому что истина, она находится в каждом человеке внутри нас. Но это, опять же, абстрактное понятие, потому что у нас есть сердце. Сердце – это орган, который отвечает за чувственность, отвечает за связь с астральным нашим телом. Наше астральное тело, оно отвечает за чувствительность, да? Чувствительность ко внешнему миру, чувствовать поля. Чувственность своего поля, в каком состоянии мы сейчас находимся. Состояние – это как раз все про нашу чувствительность, про наше сердце. И когда мы со своим астральным полем очень хорошо связаны, настроены, можно сказать, мы хорошо настроены своим высшим Я. Сердце – это один из передатчиков. Он принимает и транслирует. И вот когда мы чувствуем – это как раз наша истина. То, что мы чувствуем. И у нас есть еще один передатчик – это наш мозг, который нам позволяет принимать решения, записывать опыт и делать выводы, исходя из того опыта, который мы прожимаем. Либо вспоминать тот опыт, который мы уже наработали, осознать нашу внутреннюю истину. Поэтому истина, говорят, она всегда внутри нас, потому что мы чувствуем сердце, мы чувствуем, как будто внутри это нас. И истину следует искать только внутри. Потому что внутри нас наша опора, наша любовь и наша сила, она внутри нас. То есть, когда направляешь внимание в себя, этого можно достичь, познать свою истину с помощью определенных духовных практик, где можно отключиться от внешнего мира, от того, что забирает наше внимание, все наше внимание, всю нашу энергию направить внутрь себя. Я опять же напоминаю, внутрь себя – это абстрактное понятие. Заглянуть, направить внимание на свой передатчик, на свое сердце, что оно чувствует и на каком этапе оно сейчас находится. Вот это и будет истина. У каждого человека своя истина, свой взгляд на происходящее, то есть свое чувствование, своя интуиция. Если одному человеку, когда идут двое и одному, стоит идти туда, в этот опыт, а второму, может быть, не стоит. То есть, истина у них разная и опыт у них разный. Благодарю, друзья. Я думаю, что я объяснил, что такое истина и как вообще ее находить. Если вам понравилось видео, комментируйте, я буду записывать новые очередные видео. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.